здравствуйте меня зовут карина мы находимся на открытом чемпионате по деловым играм и мне сегодня предоставилась невероятная честь взять интервью у президента региона д представьтесь пожалуйста скажите пожалуйста какие у вас впечатления от всего что происходит на данный момент в игре это ужасно интересно но ужасно сложно и очень много в неплановых ситуаций произошло которые никто не ожидал если бы их не происходило было бы более доходно скажите пожалуйста давайте начнем самого-самого начала какую цель перед собой я знаю что время время времени на долгий разговор у нас нет но расскажите какую цель на этом чемпионате ставили вы для себя как как капитан команды как президент региона чего хотят своей лиги выиграть своей лиги как вы думаете вам удастся это сделать не думаю но это такими способностями четкого самоанализа и самокритики могут быть только успешно ли чем для вас лично для вас если чемпионат отличается от тренировочной игры в чем в чем таком вот какой накал страстей может быть другой может быть какой-то какая-то энергия другая но в чем самое главное отличие само название чемпионата страшнее чем название тренировочной игры вот в этом и суть вот такой накал страсти у нас происходит на момент здесь сейчас отпускаем президента региона д спасибо что уделили нам две минуты вашего ценного времени здравствуйте мы снимаем прямой репортаж с места событий чемпионата президент регионов ф сергей василов скажите как вы отреагировали на то что в нашем глобальном мире случился коронавирус не коронавирус а коварно вирус коварно вирус какие-то необычные я не знаю ужасно это ужасно надо с этим бороться мы уже справились слава богу с ним но это потребовало очень много сил даже нас у нас был карантин в регионе нас никуда не выпускали но мы справились с этим и последний вопрос так как вы очень заняты как какую цель глобального ставили себе на этом чемпионате выиграть и только выиграть выиграть и только выиграть спасибо серёж ты лучший карина расскажите мне пожалуйста как ваш настроение да ничего вроде ничего какую цель вы ставите сегодня находясь здесь на 17 открытом чемпионате россии по деловым играм мы первый раз играем я хочу первый раз от недвижимости но у нас 37 уровня товар и поэтому нам нужно 7 единиц и вы в процессе да у нас пока две единицы только отлично мы все остальные мы вложили отлично мы будем наблюдать за вами здравствуйте представьтесь пожалуйста кто вы откуда здравствуйте меня зовут марков илья я из региона и 5 мы приехали из костромы добро пожаловать какие цели вы ставите перед собой цели главное вложиться в недвижимость чтобы поднять как можно больше денег и самое главное сделать вложиться в недвижимость недвижимость пораньше пока у нас все плохо потому что у нас экология нулей соответственно мы не можем получать прибыль с недвижимости случались ли какие-нибудь неожиданности во время игры которые сбивали вас с толку расскажите и как с этими неожиданностями вы боролись во первых да эта экология постоянно она резко сбивалась нам приходилось один период ничего не делать и потом также мы вложили взяли кредит вложились региональный доход сделали очень большую сумму а в итоге мы не смогли купить мы получили намного меньше сумму которую рассчитывали но так чтобы без спойлеров и дисклеймеров из-за чего полетела такая вот из-за чего сложилась неблагоприятная к на экологическая ситуация что же случилось сегодня на 17 чемпионате по деловым играм возможно это все вирус вот я не знаю надо ходить шапки людям теплые одежду надевать чтобы не болеть это вот они все заболели и все экономика пошла к нулю это неправильно как 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 мы будем преодолевать эту ситуацию дальше топ-3 ваших активных действий что делать что мы должны с этим делать поднимать экономику усердно работать и распределять роли в команде отправляемся дальше спасибо здравствуйте доложите обстановку мистера полисман все если честно говорят супер все под контролем конечно карина вирус уже под контролем да не я так не думаю карина вирус никогда не под контролем здравствуйте еще раз как ваше настроение мы находимся в регионе а кто является президентом регионе где же федорово алина федорово алина здравствуйте вас беспокоит т.в. карина вирус расскажите мне пожалуйста как протекает ваша политика позиция как президента этого региона но в принципе у нас все хорошо все прекрасно экономика экология на 100 экология на 100 инфраструктура тоже неплохая да мы смотрим наблюдаем технологии прекрасно то есть правильно ли я понимаю что ваш региона находится в прекраснейшем состоянии после карина вируса да я согласна с вашим мнением в отличие от региона c допустим да мы там только были только что были в регионе c в регионе b и да и президенты регионов просто недоумевают как справиться с нынешней экономической ситуации не только экономической но и экологической расскажите пожалуйста какие цели вы как команда ставите сегодня перед собой где ваш максимум где ваш минимум наш максимум быть лучшим регионом из всех которые есть мы вкладывались технологии что и видно наш регион достаточно развит я считаю что мы держим планку и я так считаю вы знаете беседуя с вами благодарю вас за это сознательное интервью а это был региона и президент региона отправляемся в регион другой спасибо слишком все хорошо в этом регионе аж страшно какой-то очень тихий регион регион b у вас по жизни кризис а кто президент вашего региона эдуард здравствуйте мы идем к вам доложите пожалуйста эдуард обстановочку в регионе бы все классно кризис четыре периода кризис мы живем сырья бы нет вы позитивно настроить держитесь как у нас все классно у остальных не очень посмотрим как будет результаты как ваш регион отреагировал на ту эпидемию которая была вот в предыдущем периоде ну нормально мы все готовы были достаточно также что я бы производится в регионе е насколько я помню и поэтому дефицита сырья бы нет и все супер никто не жалуется особо но у вас достаточно такой здесь да если посмотреть на атмосферу да и на ситуацию происходящую в регионе все действительно работают вкладываются в дальнейшем куда планируете инвестировать регион падает до конца игры титаник идет вызываем шлюпки шлюпки вертолеты что в вашем случае будет являться спасательной лодка эдуард вот 20 тысяч рублей отправляемся в банк в ближайшем нет денег какие-то все взяты уже но иногда стоит принять свое бессилие но мы отправляемся дальше спасибо эдуард просто красивые пацаны поговорим как дела все хорошо все хорошо скажите кто вы и как вы себя чувствуете что значит кто и златопольский александр 2003 года рождения 25 июня из свободны свободен можешь мне писать в контакте златопольский александр какие цели вы ставите перед собой на это чемпионат за них хотя бы не знаю там в пределах до 21 мест хотя бы одно звонить это был бы отличный что первый раз ник на инстаграм извините забыли зи-л-ти-пи-л-с-кай-вай запомнили эрика там вилиус президентка региона с доложите об обстановочке которая происходит в вашем регионе ну на данный момент мы уже пережили кризис мы пережили карантин если я помню то вы были первым регионом который попал в карантин как вы думаете почему данная данная эпидемия настигла первыми именно ваш регион потому что у нашего региона была самая высокая наука из всех самая высокая наука но самая низкая самая низкая экология а как как же так случается что великие умы инвестирующие в науку попадают в столь непростую сложную ситуацию как такое случается это жизнь все бывает какие последние буквально считанные секунды этого интервью какую цель вы ставите перед собой здравствуйте определенный вид вируса снова вас приветствует и это вирус карина вирус расскажите пожалуйста что удалось мы дадим надежный отпор любому вирусу вирусу нет взмах победит ура теперь немножечко информативной справки прокомментируйте пожалуйста ситуацию происходящую в патентной палате сейчас все в норме все работают люди в курсе все хорошо видно что все очень загружены работой посмотрите на патентную палату ни одного свободного столика ни одного свободного человека некогда взять интервью отправляемся дальше а правда ли что вы оказались террористом под видом полиции ну если вот честно открыто говорить то так вышло это была не моя воля как но жизненное обстоятельство так сложились что вот в один момент мне пришлось я это делал через силу но вы знаете как работает там промывка мозгов идеология так далее да это все вот оно вот сюда вот заходит и пиво и потом она оттуда не выходит я искренне извиняюсь тем временем пока происходило раскаяние был создан патент 59 уровня а я хочу сказать что главное вовремя осознать свою ошибку пойдемте нападем на его нападем на ивана гетманова и просто понаблюдаем за тем как работают настоящие профессионалы очень четко не теряя концентрации не теряя сил и мышления расскажите пожалуйста что вы ели сегодня на завтрак я кстати ничего не ем на завтрак перед игрой потому что это ну страшно из-за страха ты не можешь прям ничего есть вот быстренький второй вопрос какие цели вы ставите на чемпионат на чемпионат это уже сложно потому что случился коронавирус 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 короче кавабанга должен умереть ну в смысле погиб короче он не должен попасть в лидеров турнирной сетки потому что он топит весь рынок а топить весь рынок это не по-пацански эдуард 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 из региона б ставите ли вы перед собой целью победить в этом чемпионате если получится мы повысим сейчас для всего рынка показатель экологии в регионе и и тогда кавабанга ничего не делал потому что у нас есть и его сырье б а он топит и наш это какая-то кровная итальянская месть